Югра православная Отец Леонид, Отец Вячеслав, приветствуем вас! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень рады присутствовать на сегодняшнем эфире и, имея такую возможность рассказать нашим прихожанам о тех вещах, которые они не всегда, может быть, и знают, выражаем благодарность вам, пригласившим нас сегодня на эфир. Тоже благодарю вас за сотрудничество. Программу ведет Оксана Мороз. Начнем, пожалуй, с истоков. Откуда берет свое начало традиция крещения? Отец Леонид? Естественно, мы же все являемся христианами, а христиане это кто? Последователи Христовы, да? И все таинства зачастую, они идут от самого источника, самого Христа, да? И в данном случае установил Господь Иисус наш Христос это таинство, когда вышел на воды Иорданские, дабы принять крещение от Иоанна Крестителя. До этого мы знаем, что Иоанн Креститель крестил водой, но Господь четко разграничение дает, что Иоанна Крещение отличается от Крещения Духом Святым, да? Что Крещение Иоаннова, оно подготовительное, является Крещением к покаянию. А уже с момента, когда Сам Господь входит в воды Иорданские, когда происходит явление Святой Троицы, то есть мы помним то событие Богоявления, Крещения, да? Когда Дух Святый снисходил и голос Божий, да, из небес был направлен к Сыну, сей мой Сын мой возлюбленный, а Нем же мое благоволение, да? И с этого момента можно считать, устанавливается Таинство Крещения. Таинство Крещения это не то внешнее такое, зачастую ошибаются люди, когда считают, что это обряд, то есть внешняя обрядность какая-то совершается, а еще больше заблуждаются те, которые считают, что это услуга, которую Церковь дает за определенную плату. Все это неправильно. Это Таинство, Таинство Крещения, оно является как раз первой дверью, через которую человек входит в общество верующих, православных христиан, которые стараются жить подобно Христу, в Христовой проповеди, по Его заповедям, и если брать то установление, то Господь и дает нам все эти Таинства, как средства некие ко спасению. То есть не только само Крещение является фактом уже спасения, но и жизнь по Христу. Если говорить о вхождении в общество христиан, да, все-таки оно должно быть осознанным, когда человек вырос, или мы должны после рождения ребенка обязательно его крестить. Вот в свое время такой выбор тоже в нашей семье стоял. Мы почему-то раньше с мужем решили, что когда ребенок вырастет, осознает и так далее. Но когда девочка родилась, мы поняли, что необходимо ее крестить, все-таки сразу, как сказала моя подруга, вдруг она захочет стать совсем другой веры. А чтобы уже с измольства ее приучать. Отец Вячеслав? Да, дело в том, что мы должны знать смысл Крещения, в чем он заключается, и отсюда мы можем сделать вывод о том, кто же может быть крещен. Дело в том, что сама идея Крещения взрослого человека возникла сугубо в протестантизме, то есть уже в Средневековье. И опирались они в этом на слова Священного Писания, ну и нынешние наши оппоненты, протестанты и неопротестантские течения, обращаясь к тексту Священного Писания, Синодального Перевода, говорят следующее. Вот как мы встречаем в послании послала Петра, в следующей строчке. Крещение – это не телесное нечистотое мытие, но обещание Богу доброй совести. Вот слово «обещание» они берут на вооружение и говорят, может ли человек, с человеком еще не ставший до конца, что-то обещать. Но дело в том, что оригинальный текст говорит совершенно о иной. В церковнославянском тексте, который у нас должен быть как раз на руках прежде всего, мы встречаем слово «вопрошение», «просьба» по сути. Точно так же звучит текст греческий, там стоит слово «эперотима», которое обозначает «порошение». То есть в таком случае мы, крестья маленького ребенка, просим о том, чтобы Господь ему дал возможность, совесть благую сохранить. То есть вот здесь существенная разница. Ну и на самом деле, может ли обещать что-то человек, который поврежден грехом? То есть мы можем только просить у Бога о благодати, на исправление своих дурных поступков и на перемены. Так вот, это первое. И второе, вот вы упомянули акт вхождения в церковь, и мы знаем о том, что ребенку мы стараемся дать все самое лучшее, чем обладаем сами. То есть мы не станем ему давать какую-то там пищу второсортную, а сами питаться лучше, наоборот. Так вот, благодать Божия, она доступна всякому человеку, пришедшему в мир, и тем более младенцам, деткам, которые являются людьми. Понимаете, дело в том, что протестанты, утверждая, что ребенок не достоин крещения, отрицают в каком-то смысле его человечность. Они говорят, так он не вполне человек, понимаете, а это как раз языческое учение. Мы можем вспомнить Римскую империю, где только воля отца могла быть свидетельством подтверждения того, что рождившийся ребенок является человеком. Если он человеком не является, его могли выбросить на улицу, скормить свиньям, ну то есть он не признавал его человечность. Это очень похоже на языческий подход. Мы же с вами знаем, держа наших деток в руках, что это люди, и они обладают сознанием, да, они не обладают речью, их сознание вполне сформировано, но они несомненно люди, правда ведь? А любой человек достоин всего самого лучшего. И вот крещение дает человеку право вхождения в церковь и, следовательно, обретение благодати Божией, которая подается в таинствах, наибольшим из которых является причастие святых христовых тайн. Ну как мы можем ребеночка не причащать? Ну это просто невероятно, невозможно. И опыт показывает, что если ребенок был крещен в детстве и в таинствах участвовал регулярно, он возрастает совсем иначе, чем обычный медской ребенок. И действительно он приобретает силы преодолевать греховное влечение страсти, и вот даже в глазах видно, что там ангельский свет божественный в них находится. Поэтому мы не можем ребенку отказывать в крещении в младенчестве, поскольку это будет преступлением во многом. При этом мы берем же большую ответственность за ребенка. Я вот когда готовилась к нашей с вами беседе, то встретила слова преподобного Симеона Нового Богослова. Принявшие крещение в младенчестве и недостойно прожившие всю жизнь будут иметь больше осуждения, чем некрещеные, как поругавшие святую одежду Христову. Естественно, да, потому что в крещении человек получает благодатные силы для того, чтобы грехи не совершать. Если человек, вопреки тем силам, которые есть, мы все в себе их ощущаем, проявляет усилия для того, чтобы преодолеть это и к греху прийти, ну, естественно, он получает осуждение от Бога. На который день обычно после рождения крестить ребенка необходимо? Отец Леонид? На самом деле практика-то так сложилась, что 40 дней прошло, но это с точки зрения, знаете, практичности, потому что 40 дней после рождения женщина бывает в нечистоте, происходит очищение, да, у нее, и после этого, как бы, она может войти, и тем более, что там очистительная молитва чистая, чтобы она была участвовать в таинстве. Ну, конечно же, есть практика и крещения, и в сам день рождения, и на третий день. Да, я знаю, отец Леонид, что вы в больницу тоже приходите, младенцев, да, даже в реанимации крестите. Да, вас тоже. Да, как и моего ребенка. Вот, ну, так получилось, что вот, да, страха ради смертного, мы завершаем таинство, и мы же, ребенок уже сформировался, уже родился, уже есть, оживая жизнь, и крещение над такими детьми тоже совершается, да. Но, что касается вот подкреплением слов, что детей необходимо крестить Священным Писанием, то там то ли апостол Павел, то ли апостол Петр говорит о том, что он пришел в одну или другую семью и весь дом крестил. А дом, что значит? Всех, кто живет там, и дети в том числе. Поэтому детей тут как бы даже надо крестить. И своих я, честно говоря, крестил, не дожидаясь 40 дней, дабы хотел скорее, чтобы они имели возможность принимать в себя Христа посредством причастия. А как же подготовиться к крещению? Вот об этом речь пойдет в следующей части нашей программы «Будьте на волне радио Егория». Югра православная В студии священники Ханты-Мансийской епархии Леонид Бортков и Вячеслав Фомин говорим о таинстве крещения. В ваших храмах крещение проходит по субботам? Ну, чаще всего да, хотя человек может по нужде попросить о том, что крестили в любой другой день, и мы это совершаем. А вот тоже говорили отец Леонид, что некоторые воспринимают это как одна из услуг церкви, но все-таки крещение у нас платное, но не все обладают финансами, а покреститься хотят. Нет, ну, мы бы сказали, что оно платное. Это предлагаемые церкви пожертвования, которые люди уже по силам могут принести в жертву средства, могут, не могут. Вот, пожалуйста, не отказываемые в крещении. То есть это не обязательно. Это как раз отличие того, что считают, что это услуга. Нет, это просто предлагаемые пожертвования, потому что люди зачастую, а что мы там должны, а мы предлагаем какую-то определенную сумму в качестве пожертвования, а человек уже сам определяет. Возвращаясь к крещению в ваших храмах, народу сколько за один день обычно крестится? Есть ли такое, что становится все больше? Ну, чаще всего крестится почему-то больше в течение летнего периода, даже когда в холодное время крестится меньше. Но дело в том, что важно не само действие крещения, потому что из крещаемых не все остаются в храме. Мы многих видим нечасто. Вот эта проблема нашего общества и наших приходов в том, что люди не считают, что теперь они должны соблюдать христианские заповеди и жить по-христиански. То есть очень часто воспринимается крещение как некий мистический акт, на котором все заканчивается. Ну, как они тогда объясняют вам желание креститься? Ну, вот желание креститься очень часто объясняется тем, что человек хочет защитить своего ребенка, причем чаще всего сам не знает, от чего. На это я им задаю вопрос. Ну, вот хорошо. Вы говорите о том, что вот в случае крещения мы получим некие силы для того, чтобы ребенка предохранить от чего-либо. И я их прошу вспомнить о том, кто же из апостолов умер своей смертью. И вот они, если там подродятся, вспоминают, что это был только Иоанн Богослов, и все остальные пострадали за Христа. Так вот мы, как христиане, на что же можем рассчитывать, если апостол и спаситель приняли смерть от рук человеческих? Поэтому та защита, о которой вообще может идти речь, это как раз защита от воздействия греха. То есть человек некрещеный может не обладать теми силами, которые дадут ему возможность устоять в правде. Поэтому вот это самая главная цель. Потому что наша временная мирская жизнь дана нам лишь для того, чтобы обрести жизнь вечную. И если в нашей жизни все будет благополучно, легко и просто, то Царствие Небесное мы наследовать не можем. Ибо, как говорит Священное Писание, со временем Иоанна Крестителя, Царствие Небесное в силу берется. Вот поэтому не нужно бояться трудностей, болезней, каких-то неприятностей. Иным способом войти в Царствие Божие нам невозможно. Поэтому крещение дает нам силу, да? Конечно. И входной билет в Царствие Небесное, но как бы его нужно поддерживать. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Читала, что у первых христиан подготовка к таинству крещения занимала порой несколько лет. Там необходимо было молиться, посещать некоторые богослужения, изучать основу веры. Как сегодня необходимо подготовиться к этому таинству? Отец Леонид? Ну, если брать сегодняшнее время, да, то у нас практика сложилась так, что Церковь выступает за то в лице Синода, чтобы было три встречи. Первая встреча со священником была у тех, которые желают принять крещение и крестных. Вот потом две беседы огласительные. То есть первая беседа, она личная должна быть, а две последующие беседы, они, ну, общие, да, такие беседы о таинстве крещения, о жизни после крещения, о символах веры, да, на чем зижится наша вера, рассуждаем, да, на эти беседы. Ну, а если брать древность, вот прекрасная была практика, практика того, что оглашенные, да, те люди, которые взрослые. У нас на Севере есть тенденция, многие принимают крещение уже в зрелом возрасте, но это связано, наверное, не с тем, что они считали, что недоросли, но в связи с тем, что, видимо, советская власть была, и храмов особо не было, как бы вот, и церковь особо не в подсчете была, и поэтому сейчас вот пришли к тому, что получили возможность такую принять крещение. Но в древности, вот как готовились оглашенные, да, ходили же также на богослужение, даже пост совершали. Пост перед тем, как креститься, вот великий пост, как он появился, он не только появился из-за того, что 40 дней Господь постился, ну, а также, это тоже огромный повод, но также и 40 дней до Пасхи, как бы, готовились и оглашенные к принятию святого крещения, и в Великую Пятницу принимали крещение уже, да, то есть, не в Пятницу, а в Субботу, да, в Великую Субботу принимали таинство крещения, и христиане, которые были в обществе православных, да, ну, тогда, скорее всего, пост был небольшой, наверное, страстная сетница, да, так понимаю, только небольшой пост, но для того, чтобы в качестве солидарности с оглашенными, ну, как, понимаете, пришел оглашенный, например, к вам в гости, он совершает строгий пост, он готовится к принятию святого крещения, и тут христианин православный, который уже есть, встречает его, ему там постную еду поставил, а сам себе там, грубо говоря, курицу кушает, конечно, это будет для него искушение огромное, поэтому в качестве солидарности христиане стали поститься больше, 40 дней, ну, и это связано с тем, что 40 дней Господь постился в пустыне, пример показал, ну, и помимо 40 дней, еще и неделю страстную. Тогда христиане как готовились, вот оглашенные, они вот эти 40 дней готовились, постились, ходили в храм, единственное, они не могли присутствовать на одном моменте литургии. Отчего? Есть смысл, у нас же, если разбираем мы литургию, там есть литургия верных и литургия оглашенных, почему так? Сейчас многие даже об этом и не знают, да? Но литургия оглашенных, она заключается в чем? Что именно в этот момент при словах, что елицы оглашенные из идите, оглашенные из идите. Все оглашенные, те, которые готовились к крещению, они выходили из храма, потому что начиналась часть, подготовляющаяся к, и в частности, само таинство Евхаристии совершалось, на котором оглашенные не могли присутствовать. Поэтому вот в этот момент они выходили из храма. О чем я все это говорю? О том, что серьезный был подход, что эти люди не терялись. Эти люди искренне осознали то, что они не могут быть без Христа, без церкви. И уже эта мысль не только заключалась на словах, но и на деле. То есть, они еще не приняв крещение, уже ходили в общество верующих, уже готовились, уже учились у тех христиан, которые были крещенными, и уже определяли для себя место служения в церкви. И уже с принятием, ну, конечно, Великую Субботу приняв крещение, естественно, опять же не терялись. В нашем случае, к сожалению, пока мы не осознали, видимо, в полной мере, то таинство крещения, вообще принадлежность, для чего нужно крещение. Крещение не какой-то такой признак национальности. Многие говорят, если я русский, то я и должен быть крещеный. Если у меня бабушка была крещеной, то я должен быть крещеной. Но, извините, тогда можно так сказать, если у меня бабушка или дедушка покончили жизнь самоубийством, то что, мне тоже так же надо поступить или что? Осознанный должен быть выбор, да? Да, конечно, и жизнь должна соответствовать. Ну, если человек идет на учение врача-хирурга, неужели он, выучився хирургом, начнет идти продавать или заниматься другой родом деятельности? Я думаю, тогда бессмысленно было ему учиться все эти годы, как следствие получить эту бумагу, если он ее не воспользуется. Так и по таинству крещения. Если человек действительно осознанно приступает, то он должен и не теряться, а наоборот возрастать в вере. Как Господь говорит, будьте совершенны, как Отец ваш совершен есть. Совершенного человека не бывает. Бывает только стремление к совершенству, которое никогда не заканчивается. И к этому совершенству призван каждый из нас, в том числе человек, который принял только крещение, он только возрастает. Еще младенец, по сути говоря, с точки зрения духовного роста, которому не надлежит вырасти. Бывает так, что прошли огласительные беседы и так далее, но вы чувствуете, что человек еще не готов, и предлагаете ему, может, еще немножко подготовиться и в назначенный срок пока не креститься. Отец Вячеслав. Естественно, бывает, человек никоим образом не проявляет своего искреннего желания это сделать, и веры в нем нет, поскольку признак веры – это что? Это дела. Как апостол Лайков говорит, вера без дел мертва есть. То есть, человек говорит, да, я верую, но делать ничего не собирается, не готовится, не интересуется. Вот, поскольку вера ведь для нас с вами – это еще и любовь к Богу, которая должна проявляться в том, что мы стараемся узнать как можно больше о Создателя, вот, а если человек пришел, говорит, просто совершите некий акт, вот как отец Леонид упомянул, и ведет себя как потребитель, исполните свой долг, да, то в таком случае человек не может приступать к окрещению. Вот, или он недостаточно подготовлен, там могут быть причины разные, и наша задача вот на огласительных беседах как раз заключается в том, чтобы как следует растолковать основы православной веры и побудить человека жить по-христиански, поскольку недостаточно просто номинально себя признать христианином, нужно жить вот так, как заповедовал нам Спаситель. Только тогда мы действительно исполним его волю. Время нашей программы на исходе, но у нас еще много о чем осталось поговорить, например, как убирать крестных, как само крещение проходит, как жить после крещения, да, об этом поговорим уже в следующем выпуске нашей программы. Вместе с председателем отдела социального служения и благотворительности Хантамансийской епархии и настоятелем храма в честь иконы Божьей Матери Знамени Иереем Леонидом Бортковым и клириком Кафедрального собора Воскресения Христова Иереем Вячеславом Фоминым продолжим разговор ровно через неделю в это же время. До новых встреч! С вами прощается и ведущая Оксана Мороз. Югра православная Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok